Все мы любим качественный и яркий Free Fire, чтобы крутые игроки море экшена, а если еще и халява для зрителей, то вообще шикарно. Правда, у турниров таких, за исключением Pro League, крайне мало. И решительно исправить эту ситуацию взялись Huawei App Gallery, анонсировав турнир Made Up, о котором мы сегодня с вами поговорим, вспомнив самые яркие моменты, непредсказуемые повороты и очень интересные сюрпризы. Возможность сыграть с топовыми блогерами в одной команде. Эта фраза из анонса турнира привлекла зрителей даже больше, нежели чем призовой фонд в 10 тысяч долларов. По формату турнира 12 приглашенных инфлюенсеров становились капитанами своих команд. Но где взять трех игроков для королевской битвы? Ими стали вы. 36 счастливчиков, прошедшие яростные сражения в соло-битвах, попали на жеребьевку. И 21 октября колесо фортуны и удачи определило команды для блогеров. Волшебное колесо рандома определило каждому капитану его тиммейтов. Некоторым повезло попасть к своему любимому блогеру, а кому-то еще только предстояло искать общий язык. Но уже 23 октября, не оставляя времени на тренировки, стартанули первые игры. Стоит напомнить, что к турниру готовились не только блогеры, которым Huawei прислали новенькие топовые смартфоны Nova 8. Организатор турнира позаботился и о зрителях. Каждый желающий мог поучаствовать в конкурсе косплея, в рамках которого наградой были те же самые топовые смартфоны. Но и это еще не все. Каждый зритель мог поучаствовать в розыгрыше с общим призовым фондом в 40 тысяч долларов от AppGallery. И все, что нужно было сделать, установить припайр через приложение AppGallery. Задания для ленивых, а в награду ваучеры, планшеты, смартфоны, алмазы и все это для вас. Но мы вернемся к формату турнира. Нам показалось слишком скучным играть просто королевскую битву, поэтому в рамках мейткапа были введены челленджи на каждую карту. Специальное задание, за выполнение которого команда могла получить 10 или 12 баллов. И самое прекрасное, что именно вы выбирали, как будут мучиться команды. Взорвать 8 машин? Пожалуйста, построить живую башню. И это возможно по вашей прихоти. Именно челленджи сделали игры незабываемыми. Первый игровой день начался с сюрприза для всех участников. На первой же карте Бермуды стала действовать система возрождения тиммейтов. Отныне каждый новый день начинается с возможности разыграться. Итого, рандомные команды, система челленджей, отсутствие тренировок, система возрождений и всего 14 вылетов за весь турнир. Не все были к этому готовы, но адаптироваться нужно было быстро. Кто-то пытался играть аккуратно по заветам про лиги. Иные стали бегать и нападать на другие отряды. Но самые умные и умеющие считать бросились выполнять челленджи. Под конец первого дня многие коллективы получили за них больше очков, чем за плейсмент и киллы. Эта тактика станет трендом всего турнира. Но отметить стоит и рекордсменов. Starlight команда Смайла выжигала своих соперников взглядом. Хотя шныр пакет убивал больше, челленджи отодвинули команду Аколога на вторую строчку. В топ кровожадных убийц попали и Блэкстер с Яновской. С 20 фрагами и рекордом дня. Но все это была лишь разминка. Второй игровой день и только одна ночь на то, чтобы из винегрета рандомных игроков сделать настоящую команду. Тут уже все уяснили правила игры. Ни один коллектив не стал игнорировать челленджи. Я не говорю, что у них получалось их выполнять, но они хотя бы пытались. Коварство челленджей в том, что желая прыгнуть в воду с моста, вы подставляетесь под вражеских снайперов. А чтобы взорвать 8 машин за раунд, вам вообще полкарта оббежать нужно. Ну а что, хотели баллов? Потейте. В этот день отличились коллективы Злоба, Кигачбека, а также Фобро Кьюбро. Спасибо за такое название, бро. Пятница 13 выполнила 3 челленджа и взлетела на четвертую строчку благодаря командной работе. Стоппинг побороли проблемы и набрали более 60 баллов за день. Команда же Фобро выбила из топа олдскул. Потому что если на турнире и присутствует старая школа, директором в ней мог быть только Кьюбро. Старлайт? А что Старлайт? Говорят, на них лучше даже не смотреть. Можно умереть от одного взгляда. Смайл, так же как и Аколог, продолжали кошмарить соперников, не зная конкурентов. Прошла неделя, команды смогли подготовиться. Кто-то тренировался, кто-то отдыхал. Но 31 числа на шести картах пришло время бороться за главный куш. 6 тысяч долларов и 150 тысяч алмазов. Хэллоуинский стрим. Магия творилась в эфире и за его пределами. Дополнительной особенностью финального игрового дня стало добавление карты Калахари в общий список. И пусть к ней все давно уже привыкли, но вот выполнять в пустыне челленджи это совсем другая история. Стартующие Бермуду с челленджем «Не убивать никого первые 7 минут» были максимально киберспортивны. Куча команд на последнем круге, много ресурсов и огромное желание переубивать всех соседей. Преуспели в этом больше остальных Starlight. Забрав первый, но не последний топ-1 за этот день, они заработали за вылет 30 баллов. На чистилище новая задача за бонусные баллы. Кататься всей командой в одной тачке на протяжении 4 минут. Вроде бы просто, но считать до 4 явно умеют не все. Либо же команды просто любят двухместные спорткары. Намекну, что баллы получили не все за это задание. А по результатам карты по-прежнему доминирует Starlight. Но все больше раскрывается коллектив Анасия. Лолипоп начинает штурмовать турнирную таблицу. Калахари накрывает игроков новой задачей. Упасть на одну локацию. Вот челленджи, которые дают зрителям максимальный экшен. Все 12 команд падают на завод и в панике пытаются с него выбраться. В мясорубке «Пятница 13» убивает подобравшихся к ним Анасию и Лолипоп. Правда, сама команда злобы также погибнет спустя несколько минут. После дикого старта разбежавшиеся во все стороны команды начинают по одной умирать от Starlight, которые набивают 20 фрагов и ставят очередной рекорд. На втором круге карт челленджами становятся. На Бермудах позагорать на солнышке всей команды 4 минутки. Но геймеры и это умудрились делать в домах и под мостами. На Чистилище вновь пришлось прыгать в воду с мостов. Отличились «Пятница 13». Найти настолько низкий мост – это надо быть либо гением, либо счастливчиком. По итогу пяти карт определяются пары конкуренты. Фобро и Шныльпакет воюют за вторую строчку турнира. «Пятница 13» и Лолипоп за четвертую. Блэкстерс и Байропа хотят зайти в топ-6. К ним же присоединяется Олдскул под предводительством Куки, которые показывали ранее средние результаты. Но недостижимой звездой для всех остаются Старлайт с абсолютной доминацией. Но финальная Калахари удивляет всех зрителей. Старлайт впервые вылетают на 10-й строчке. Наконец-то и другие команды могут поиграть в Free Fire. Их убийцами становится Лолипоп. Выбивая смайлы, они зарабатывают так нужные очки для борьбы за долларовые призы. Шныльпакет – еще один из хищников турнира. Также умирают лишь с одним фрагом. И благодаря такому балансу другие наконец-то начинают набирать баллы в перестрелках. Удивлением для всех становится финальный бой. Где Олдскул берут топ-1 с семью фрагами, побеждая коллективы Трэшера и Анасии. Тех самых конкурентов за шестую строчку. Безоговорочными победителями всего турнира становится Старлайт под предводительством Смайла, которого не зря боялись другие блогеры еще до начала игр. Шныль пакета Аколога остается на второй строчке со стабильными результатами на протяжении всего турнира. Фобро занимают третью, но мы уверены, если бы Кьюбро играл с еще тремя Кьюбро, все бы получилось. Но самый значимый с точки зрения прогрессии бой выигрывает Анасия и ее команда Лолипоп. Заработав за день 101 балл, они забирают последний четвертый долларовый слот пьедестала победителей. Мы поздравляем четверку лучших и всех участников турнира. Каждая команда получила свою награду. Тысячи алмазов достались коллективам, занявшим с пятой по двенадцатое место. Но самое главное, что все мы классно провели время. Мэйт Кап от Huawei App Gallery в очередной раз доказал, что Free Fire может быть разным. Наравне с профессиональными лигами интересно, свежо и ярко смотрятся экспериментальные форматы. Рандомные команды, личные челленджи, новые сюрпризы. Кто знает, что будет дальше. Спасибо вам за просмотр и участие в турнире Мэйт Кап. Увидимся в Free Fire.